Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко. «Ваши никогда не придут, всегда приходят только наши». Сколько лет прошло с памятных дней весны-лето 2014 года, а до сих пор периодически читаю вздохи о том, что если бы наши тогда пришли. Дальше, как правило, начинаются мечты, развивающиеся в двух диаметрально противоположных направлениях. О первом писано-переписано. Его адепты разочаровались в России и ждут развала Эрефии, чтобы не пришедшие до дна испили чашу положенных им унижений. Этих людей не стоит ненавидеть, их можно даже пожалеть, ибо их психика не выдержала столкновения с реальностью. И теперь они живут в воображаемом мире, в котором их право на страшную месть соседствует с розовыми пони, несущими счастье всему человечеству. В целом они почти безобидны, поскольку от реальности находятся дальше, чем Арктика от Антарктики. Есть и другая группа патриотов. Они ни в чем не разочаровались. Они уверены, что наши придут и любят строить планы деноцификации. Планы просты, как мир, и сплошь состоят из столь действенных инструментов, как запрет на профессию, тюрьма, ссылка в Сибирь на уборку снега, разные способы смертной казни. Весь этот инструментарий деноцификации называется репрессиями. По самым щадящим подсчетам, репрессии эти должны коснуться миллионов человек. Впрочем, есть и более экстравагантные предложения, вроде точечных ракетных ударов. Термин «точечные» не должен вводить в заблуждение. Убивать таким образом предлагается не отдельных одиозных личностей, вроде покойного Джохара Дудаева, а чем больше, тем лучше. Проблема только, как собрать их в одном месте, чтобы лишние ракеты не расходовать. В общем, эта группа патриотов, подчеркиваю, патриотов без всяких кавычек, предлагает решать проблему полномасштабного восстановления имперского величия России при помощи военной силы и тотальных репрессий. Причем, даже самые умеренные, желающие свести репрессии к минимуму, едва углубившись в расчеты и подсчеты, быстро приходят к выводу, что без полутора-двух, а лучше трех миллионов репрессированных, никак не обойтись. Самые умеренные полагают, что казнить смертью можно несколько сотен наиболее замаранных, а миллионы отправить строить что-нибудь полезное. Например, железную дорогу от Магадана до Калининграда. И желательно прямо через образумленную таким же способом Прибалтику. Идея не нова. Наоборот, вооруженное насилие в отношении оппонента активно практиковалось как во внешней, так и во внутренней политике практически всех стран мира вплоть до конца первой половины XX века. Только ядерные арсеналы и угроза гарантированного многократного взаимного уничтожения несколько охладила пыл, желающих решать все проблемы при помощи танковых клиньев, малой кровью и на чужой территории. Правда, армии легко формировались и бодро отправлялись в походы. А вот малой кровью получалось редко. Да, и бумеранг часто возвращался. Если не в виде ответных танковых клиньев, то в виде перенапряжения экономики и разрушения социальной ткани общества, рассчитывавшего на блицкрик, а столкнувшегося с войной долгой и бессмысленной, а иногда еще и перерастающей в гражданскую. Еще в 2014 году, когда я читал откровения популярных полевых командиров восставшего Донбасса, мне не давала покоя мысль, что они будут делать, если вдруг победят. Впрочем, именно их лозунги и наброски прекрасного нового мира, который они хотели бы построить, заставляли предположить, что победить они не смогут. Не случайно, даже в самые критические дни марта-апреля 2014 года, когда судьба киевской хунты висела на волоске, так до конца и не восставший Харьков не сумел объединиться с восставшим Донбассом. Уже тогда у лидеров наметились критические противоречия относительно того, какое будущее они хотели бы построить. Заметим, что они не смогли объединиться из-за расхождений в вопросе о будущем, в то время как в настоящем стоял вопрос об их жизни и смерти. Так вот, если убрать меркантильную составляющую и сосредоточиться исключительно на идеологической базе восстания, то мы обнаружим две группы влиятельных и популярных полевых командиров. Одни собирались восстанавливать СССР или, по крайней мере, создавать некое народное государство на антибуржуазной основе. Их взгляды на справедливость были просты, как правда. Справедливо то, что кажется справедливым мне. Своё право определять, что справедливо, а что нет, я завоевал с оружием в руках. Что же касается теории и практики построения справедливого общества, они были, как Василий Иванович Чапаев в известном фильме, который на вопрос «Ты за большевиков или за коммунистов?» отвечал «Я за тех, за кого Ленин». Беда только, что своего Ленина у полевых командиров Донбасса не было. Вторая когорта тяготела к монархии, но к монархии весьма своеобразной. Они, конечно, видели себя в эпалетах, лентах и аксельбантах, но не желали ни роли Александра Даниловича при Петре Алексеевиче, ни Потемкина при Екатерине II. Их Россия должна была стать чем-то вроде Испании при Франко или Венгрии при Хорти. Обе страны были королевствами, но монарха в них не было. Генералиссимус Франко объявил себя пожизненным Куадильо – вождем. Принц Хуан Карлос мог стать и стал королем только после смерти Франко. Адмирал Хорти провозгласил себя регентом Венгерского королевства и тоже не был особо озабочен поисками короля. Меня занимал вопрос, как в случае победы эти две диаметрально противоположные группы идеологов смогут договориться. Не то, чтобы было совсем уж нереально провозгласить православно-коммунистическую Российскую империю без императора, роль которого исполнял бы пожизненный регент, вождь или протектор. Но есть же еще и личные амбиции. Хоть и с трудом, но могу представить себе договоренность о терминах. В конце концов, все они собирались вначале создать государство будущего на Украине, а уж потом перенести его в Россию. Но ведь генералиссимус Куадильо может быть только один. И вождь народов тоже. Очень сильно сомневаюсь, что люди, привыкшие разрешать политические споры, отправляя оппонентов рыть окопы, а то и просто расстреливая, стали бы особо цацкаться друг с другом по такому принципиальному вопросу, как личное будущее, заодно с будущим всего человечества. Кстати, когда я говорю о политических оппонентах, я имею в виду не бандеровцев, захваченных с оружием в руках, а именно о людях, имеющих другую точку зрения на будущей территории, за которую шла война. И эти люди совсем не обязательно были националистами. Думаю, что, едва победив общего врага, они бы с точностью до 90% развязали междоусобную войну за светлое будущее всего человечества. Причем, каждая из сторон требовала бы помощи от той самой российской власти, которую они хотели бы в будущем заменить собой. Если бы Россия пришла и навела порядок, ее бы стали обвинять в том, что московский олигархический режим в сговоре со своими украинскими подельниками ликвидировал героев-освободителей. Если бы Россия не пришла, герои быстро уконтрапупили бы друг друга, очистив место жаждущим реванша бандеровцам. Я вспоминаю эти предания старины глубокой и рассматриваю маловероятный вариант альтернативной истории не для того, чтобы бросить на кого-то тень. Люди действительно воевали за свободу. Воевали, как умели. Будущее видели по-разному. И не их вина в том, что не имея ни теоретической, ни практической подготовки, вынуждены были заниматься государственным строительством. Далеко не они одни предавали и придают идеологии гипертрофированное значение. И искренне верят, что если с утра указом президента объявить справедливость, то уже к вечеру все будут довольны и счастливы. А кто не будет, тех надо расстрелять. Я хочу показать, что политическое насилие редко разрешает наболевшие вопросы. Чтобы не осталось никаких сомнений в окончательности победы, врага надо не просто победить, а окончательно уничтожить. Причем не армию, а весь народ. Это редко получалось даже в древние века, когда геноцид и этническая чистка считались вполне рукопожатными способами решения политической проблемы. В новое время даже немцы со всей их скурпулезностью и законопослушностью не смогли при Гитлере извести всех евреев в рейхе и на оккупированных территориях. Хоть во многих случаях им радостно помогало местное население, а евреи были безоружны, неорганизованы и лишены какой бы то ни было возможности сопротивляться. Чтобы было понятнее, что значит возможность сопротивляться, напомню, что всего через три года после окончания Второй мировой войны в Европе, те же евреи, также достаточно плохо вооруженные, но уже организованные, в ходе Первой арабо-израильской войны разгромили армии пяти арабских государств, которые к тому же были поддержаны ополчением палестинских арабов. Когда выхода нет, а оружие есть, люди проявляют чудеса храбрости и изобретательности, а война, даже победоносная, становится тяжким бременем. Войну не случайно называли последним доводом. Любой конфликт всегда чреват издержками для всех его участников. Конфликта, а тем более войны, всегда лучше избегать. Конечно, если это 22 июня 1941 года и германские войска уже атаковали границы Советского Союза, то тогда вставай, страна огромная, ибо другого варианта нет. В этом случае наш народ сражался за право жить. И не он эту войну начал. Он ее закончил. Но до тех пор, пока враг не напал, из любой критической ситуации лучше искать невоенный выход. Это не значит идти на неоправданные уступки или, как у нас любят говорить, прогибаться перед агрессором. Это значит создать такие условия, когда мир ведет врага к поражению эффективнее, чем война. А начать войну он не может. Меня всегда удивляли люди, которые предлагают ударить по американцам там или сям, повысить уровень конфронтации, накалить конфликт, расширить зону боевых действий на периферии, чтобы повысить для них издержки. Между тем, те же самые люди подробно и популярно расскажут вам, как американцы две мировые войны выжидали, зарабатывая на поставках воюющим сторонам, чтобы в последний момент включиться и продиктовать свои условия послевоенного мира не только побежденным, но и торжествующим, изможденным победителям. В 1945 году у них это получилось лишь частично, а в 1918 году – полностью. Мы и сейчас видели, что агрессивность внешней политики США росла по мере того, как углублялся системный кризис построенного ими глобализированного мира, в котором США были гегемоном. Вашингтон с конца 90-х начал с нарастающей активностью провоцировать военные конфликты с вовлечением не только своих врагов, но и союзников. В некоторые из них американцы неосторожно влезли сами, что привело к пагубным для них последствиям. Но принципиально схема была та же, что в ходе первых двух мировых войн. Все должны воевать, а Америка будет наблюдать, торговать и выступать в качестве третейского судьи. Просто американские политики конца 20-го – начала 21-го века оказались на порядок менее эффективны, чем их предшественники вековой и полувековой давности. Предположим, что Россия в нулевые годы пошла по навязанному США пути повышения градуса конфронтации, зеркально отвечая на каждый выпад. Первое. Вашингтон бы легко консолидировал своих союзников для противостояния российской угрозе. В те времена Европа бы не колебалась. Но это не самое плохое. Россия не раз выдерживала конфронтацию со всем миром. Можно было бы надеяться на лучшее и в этот раз. Второе. Американцы получили бы желательный повод для запуска на полную мощность своего ВПК. Программы сокращения и ограничения вооружений действовали до 2017-2020 годов. Так бы США могли аннулировать все договоры на 15-20 лет раньше, когда российское новейшее оружие было еще только в проекте, а армия с трудом побеждала боевиков в Чечне. Третье. Запуск американского ВПК на полную мощь – не только стратегическая угроза нам, но и большое подспорье для США. Чтобы преодолеть кризис, Вашингтону надо было организовать поток средств в промышленное производство. Но все его количественные смягчения заканчивали свой краткий путь на бирже, так и не добираясь до реального сектора. Там прибыли были больше. Однако в условиях войны или военной угрозы ничто не может сравниться по прибыльности с ВПК. Более того, деньги туда будут направляться принудительно, ведь танки, самолеты, корабли бесплатно сами собой не построятся. А это значит рост количества хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение уровня благосостояния среднего класса, рост его платежеспособности, тот самый перезапуск экономики, который Рузвельту дала Вторая мировая война. Четвертое. Современные американские правительства не в последнюю очередь не могут достичь такого эффекта, поскольку Россия регулярно не является на войну. Причем не на войну США. Вашингтонские политики не собираются рисковать Америкой, вступая в прямой военный конфликт с ядерной державой. Зато они мечтают организовать войну с российским участием в Европе. Статья 5 Вашингтонского договора обязывает их не воевать на стороне своих европейских союзников, а лишь помогать им. Продажа современных вооружений в неограниченных количествах, да еще и в долг, тоже помощь. Причем американцам даже не надо, чтобы Россия потерпела в такой войне поражение. Достаточно самого факта войны, а остановить ее можно и на германской границе. Все равно после предложения мира никто не будет продолжать конфликт в Европе. И Польшу оккупировать тоже никто не будет. Кстати, гарантий, что российская армия вышла бы на германскую границу, начнись война 15 лет назад, нет никаких. До Москвы бы не отступала, но не факт, что Варшаву бы взяла. Пятое. Допустим, что боевые действия в Европе начались, и США даже решили немножко поддержать своих союзников по НАТО, разрешив своим гражданам добровольно вступать на службу в их армии. России, чтобы противостоять численно, значительно превосходящим и адекватно технически оснащенным армиям, пришлось бы провести серьезную мобилизацию. Минимум 2-3 миллиона пришлось бы призвать сразу. Причем надо ведь не пушечное мясо, которое будет с винтовкой в цепи наступать. В современной армии нужны специалисты. То есть мобилизованы были бы достаточно молодые и достаточно профессиональные мужчины. Потеря миллионов высоко квалифицированных рабочих рук серьезно отразилась бы на экономике. В то же время, сами американцы давно уже комплектуют экспедиционные корпуса представителями беднейших и маргинальных слоев населения, а также безработными. Таким образом, мы получаем диаметрально противоположный экономический эффект, ровно как это было в ходе Первой и Второй мировых войн, когда у всех воюющих сторон экономики и финансы перенапрягались, и только американцы благоденствовали. В такой войне можно разгромить вражеские армии, занять территорию, поднять флаг над десятком европейских столиц. Ее нельзя выиграть, поскольку главный враг явится только на мирные переговоры, причем еще и в статусе посредника – «честного маклера», чтобы продиктовать свои условия миру. Вместо того, чтобы идти по пути конфронтации, создавая условия для реализации стратегии США, Россия пошла по пути предложения компромиссов. Компромиссы эти более чем устраивали союзников США, которым была совершенно не нужна война с собственным участием. Но они не могли устроить Вашингтон, ибо ему-то как раз надо было обессилить весь мир, включая своих собственных союзников, чтобы вновь никто не мог посягнуть на американскую гегемонию. В результате начали нарастать не только экономические, но и военно-политические противоречия между США и Европой. Союзники почуяли опасность и стали где и как могли саботировать американскую стратегию. Пусть они могли немного, но мы их, как минимум, исключили из числа наших активных врагов, а по некоторым вопросам сделали и своими партнерами в ущерб США. Еще раз подчеркну, для стабилизации своего экономического положения и подрыва экономики всего остального мира, США нужна была крупная европейская война с участием России. Тогда, даже если Москва выигрывала военный конфликт, она практически гарантированно проигрывала послевоенный мир, а Вашингтон получал возможность в новых условиях укрепить свою отреставрированную гегемонию. Мир смертелен для США. В условиях мира они не могут произвести перезапуск своей экономики, все глубже погружающейся в депрессию. Если американцы собирались выиграть послевоенный мир, то мы выигрываем мир без войны. Гегемон дряхлеет и слабеет. Он уже не гегемон. Без войны, без потерь. Но я не случайно начал с Украины и Донбасса. Там идет гражданская война. Любой гражданский конфликт всегда выводит на первый план радикальные слои населения. А это конфликт на близкородственных территориях. Поэтому его легко можно примерить на Россию. У нас тоже много идеологизированных радикалов, самых разных взглядов и убеждений, которые считают, что всех внутриполитических оппонентов можно легко победить насилием. Главное, чтобы государственная власть, а значит и аппарат насилия, была у них в руках. Это глубокое заблуждение. Когда с украинскими националистами на украинской территории еще можно было вести дискуссию, не опасаясь быть убитым на месте, я частенько говорил им, что они тем вернее уничтожат Украину, чем быстрее придут к власти и чем полнее реализуют свою программу насильственного осчастливливания украинской нации. Винтовка, может быть, и рождает власть. Но реализация власти не предполагает бесконечное использование винтовки по поводу и без повода. Насилие всегда порождает ответное насилие. Общество же в любом государстве слишком разнообразно, чтобы его мог причесать под одну гребенку самый выдающийся идеолог. Даже большевики и даже в рамках собственной партии постоянно вели борьбу с уклонами. После Сталина за уклоны не расстреливали. Как правило, просто без шума и пыли исключали из партии. Но до своих последних дней КПСС так и не стала идеологическим монолитом. А уж сколько идеологов моментально перековалось после распада СССР и потери партии и власти. Отметим, что ВКПБ КПСС все же выступала с программой эмансипации населения СССР, а не его геноцида. Поэтому ее власть в целом людьми принималась и массового сопротивления после окончания гражданской войны не было. Если же общество оказывается под угрозой насилия со стороны определенной социальной, национальной или идеологической группы, то объединяются все его слои, чувствующие опасность со стороны этой группы. Для преодоления сопротивления уровень насилия увеличивается, а сфера репрессий расширяется. В результате в сопротивление вовлекаются все новые слои. На месте каждой отрубленной головы Лернейской гидры вырастают две новые. Если насилие на Украине будет осуществляться русским миром, пусть и в лице народных республик, то и реакция будет направлена на русский мир и Россию в том числе. Но насилие там осуществляется бандеровцами. И реакция общества направлена на них. За Зеленского голосовало большое количество людей. Большинство из них поддерживали Майдан или, как минимум, не поддерживали Россию. Их объединило неприятие насилия, олицетворением которого стал режим Порошенко-Турчинова. Сейчас голосовавшие уже выступают против Зеленского. Лишь часть недовольных вернулась к Порошенко. Большинство ищет новую политическую силу. И посмотрите, что им предлагают оппозиционеры. От бывших регионалов, сорвавших в 2011-2013 годах голос на разных ток-шоу в Киеве, доказывая, что место Украины в ЕС, а Россия вчерашний день и вообще плохой друг, а может быть и враг, до Медведчука, которого даже симпатизирующий ему Путин называет украинским националистом. За такие программы, как у них сегодня, в 2014-2015 годах на Украине убивали, а позже рассаживали по тюрьмам по обвинению в измене родине путем пропаганды русского мира. И они скорректировали свои программы совсем не потому, что любят Россию. Они и сейчас от нее дистанцируются. И за Донбасс и Крым планируют побороться. Но другим путем. Общество устало от насилия. Оно боится насилия. Насилие, которое на Украине приветствовалось всего пять лет назад, теперь пугает тех, кто его приветствовал. Люди хотят мира без насилия. Скоро они будут желать мира без насилия любой ценой. Гражданский конфликт не просто перенапряг их психически. Он начинает нести реальную физическую опасность жизни каждого. Сообщения о стрельбе, убийствах и покушениях идут из всех регионов Украины, включая Киев, каждый день. Российские СМИ их просто перестали перепечатывать. Случилось то, чего желали своим обидчикам люди Донбасса. Гражданская война пришла в каждый украинский дом. Пока она еще скромно стоит у двери и снимает ботинки. Но еще чуть-чуть и сядет во главе стола. Люди инстинктивно чувствуют эту опасность и желают конца насилия. Хотят жить спокойно. Просто хотят жить. Пройдет совсем немного времени, и они примут любого, кто хотя бы пообещает им спокойную жизнь под любым флагом. Если же он еще и выполнит обещание, то ему поставят памятники в каждом уцелевшем населенном пункте Украины. А детям будут рассказывать о его былинных деяниях. Посмотрите на Россию. Когда Путин стал президентом, страна не просто изнемогала от перманентного насилия. Включая войну в Чечне, бандитские войны в крупных городах, кратковременную в октябре 1993 года гражданскую войну в Москве. Не разрешившую конфликт, а лишь загнавшую его вглубь. При этом страна была полна противоречий. Народ был готов вешать либералов. Но единого мнения о том, кто либерал, а кто нет, не было. Красные и белые точили ножи, готовясь резать друг друга сразу, как только будут перевешаны либералы. На них весело поглядывали, набирая силы и ожидая своей очереди рвануть к власти российские фашисты. И это была только вершина айсберга. Начни Путин продавливать все и вся. При помощи обычной военной силы сейчас бы не было ни президента, ни страны, уже и пепел бы остыл. Путин же предложил стране программу примирения и общенационального компромисса. В результате, за редким исключением, не только самые прозападные либералы, но даже бывшие откровенные компрадоры работают на Россию и не пыхтят. А из тех, кто пыхтел, большинство уже перестали. Причем по своей собственной вине. Добрым словом, практически всегда можно добиться больше, чем пистолетом. Пистолет нужен в основном для того, чтобы вас вообще выслушали. Я не знаю, кто и в каком порядке придет на Украину. Я очень сильно сомневаюсь, что в несчастной стране найдется хоть одна собственная политическая сила, способная хотя бы в первом приближении сделать для нее то, что сделал Путин для России. Но я точно знаю, что пока насилие не сменится поиском компромисса, кровавая тележка гражданской войны будет только набирать скорость, пока не передавит всех. Ибо насилие порождает ответное насилие. Конечно, убийцы и бандиты должны быть наказаны. Но не миллионы, не сотни и не десятки тысяч. Сотни. Максимум пара тысяч главарей и заводил процесса. Иначе стабилизации не дождешься. А новые поколения из обиженных семей будут лишь ждать своего часа для мести. Поэтому ваши не придут. Ваши никогда не приходят. Они либо не доходят, захлебнувшись в крови еще на дальних подступах, либо вы их не узнаете, принимая за чужих, ибо они также несут смерть и разрушение. Когда-нибудь откуда-то придут наши. Те наши, которых в Германии и Австрии помнят и чтят, в отличие от Польши и Чехии. Потому что поляки и чехи считали себя недооцененными борцами, и любая помощь им казалась недостаточной. В то время, как немцы в Австрии и Германии ждали страшной мести, а увидели полевые кухни на улицах своих городов, развернутые, чтобы кормить вчерашних врагов. Такую память трудно истребить любой пропагандой. И лучше всего будет, если наши найдутся среди вас. Потому что компромисс, принудительно навязанный извне, воспринимается обеими сторонами конфликта, как украденная победа, вызывая рано или поздно ненависть к тому, кто заставил этот компромисс принять. Навязанные решения, даже очень хорошие, никогда не бывают устойчивыми. Ведь навязывать что-либо можно только силой. А насилие порождает только ответное насилие. Просто поговорите друг с другом о том, как вам жить на своей земле, не убивая друг друга. И так уже полстраны куда-то пропало. Так что вечно этот праздник насилия продолжаться не может. И как только вы договоритесь между собой, тыква превратится в карету, крыса в кучера, мыши в шестерку лошадей. Весь мир изменится, превратившись из враждебного в добрый и заботливый. И наши тут же появятся, поскольку вы сами станете нашими для себя самих. Современную войну, тем более войну гражданскую, можно выиграть только в головах. Причем каждый должен ее выиграть в своей голове. Война на Украине началась потому, что националисты не были готовы к компромиссу. Наверное, можно перебить всех националистов. Но война на этом не закончится. Просто победители будут воевать за светлое будущее друг с другом. До тех пор, пока последний ваш не станет нашим. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях. И подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok